Приветики, доброе утро! Давайте начнем с вами новый день, новый влог. На работе сейчас нахожусь и вот пришла в нашу такую кухонку небольшую попить кофе. У нас сейчас 11 часов, я с 8 работаю и вот в 11 люблю попить кофе или чай. Соответственно, девчонки, могу вам вот такой посоветовать капучино. Присмотритесь, это вьетнамский капучино на основе вьетнамского кофе. Именно этот идет с ароматом и вкусом фундука. Такой же у меня был с мока. Очень ароматный, очень вкусный. Здесь, конечно, прописан состав, но он на... Наверное, на вьетнамском, да? Ну, незнакомые мне буквы, но правда очень вкусно. Ну, конечно, подороже стоит такой пакетик, чем наши. Где-то, по-моему, рублей 50 я за него отдала. Типа пол кружки тут у меня напитка. Сейчас пойду заварю. Ну, из дома принесла бутербродики. Просто батон, сырогурчик и там какие-то остатки сосиски были. Но больше хотела рассказать вот про эту штуку. Очень вкусно. Попробуйте, если увидите в продаже. И в чат у нас с вами будет влог такой. Хотела назвать его «Один день». Такой обычный день в моей жизни. Но получается, что большую часть дня я провожу на работе. Это с 8 до 17, да? А то и позже, и пока дорога. В общем, получается, что поснимаем, буду снимать что-то утром и что-то вечером. Ну, и, соответственно, может быть, что-то выходные. Просто покажу вам такую обычную жизнь, что происходит на данный момент. На данный момент хотела разобрать елочку. Не знаю сейчас, если будут силы. Сегодня у нас 21 января. Этот влог как раз начнется с капучино утреннего. Сейчас также вам открою свой чайный шкаф. Хотела вам показать вот такие маршмеллоки. Фикс прайс продаются для какао, для кофе. По-моему, 55 рублей, они бельгийские. Маленькие маршмеллоки. Мы с детьми... У меня тут даже почти порядок, видите? Без подготовки, честное слово. Просто, видимо, я недавно наводила, да, ревизию. Муж сказал, когда захочай, сколько можно? Я говорю, сейчас более-менее скомпоновала. На самом деле, учитывая мою страсть такую, это, мне кажется, даже немного. Здесь у меня уже пересыпан. Это был такой черный чай, что-то с Лувром связано. Сейчас вам скажу. Чай Лувра Вечерний дворец, Перл Грей, вдохновленный Парижем. Ну, а сейчас здесь уже зеленый, вот такой вот зеленый, хороший, видите? Такой скрученный лист, вкусный. Там вот я вижу ягодки и фрукты. Там мне тетя присылала, это китайский чай. На Дальнем Востоке, она у меня живет в Хабаровске. И присылает мне такие настоящие китайские чаи. Вот этот чай мне подарили на работе. Мой руководитель подарил мне чай в качестве премии. Вообще, он такой вкусный. Там такие, как, тоже вот такие, сейчас покажу. Вот такие вот скрученные улиточки. Ой, обалденный чай. На такой вот где-то у меня пол-литра термос. Мне нужно три таких шарика. И потрясающий вкус. Не хочется ни сахара, ни конфеты. Просто чисто чай. Чисто чай. Баночка из-под Ахмат. Сюда мы пересыпаем вот такой. Мы привозили еще из Турции с детьми. Покупали несколько пачек всем родным. Большая упаковка. Здесь 500 грамм. Насыщенный такой, знаете, крепкий черный чай. Из пакетиков нынче Акбар. Брала по акции. Кстати, понравился. Такой тоже. Я люблю, знаете, такой крепкий, насыщенный, бодрящий чаек черный. Здесь у меня домашняя мята. Травки тоже с огорода. Не травки, а листочки всякая. Там смородина, малинка. Это у меня что? Это чай северный. Продается в пятерочке. Подружка мне дарила на работе. Пересыпала в баночку. И по утрам, сейчас, знаете, люблю. Даже вместо кофе завариваю травяной чай. Здесь ромашка точно помню. Мята. Помню, что еще. Я беру, сейчас покажу, что. Машня очень красивая. Короче, ситическая, киевская. Насыпаю вот этот чаек северный, травяной. И пока моюсь, завариваю. У меня вот такая крышечка на кружечку. Обожаю ее. Силиконовая такая вот с лимончиком. Сестра мне из Испании привозила. Обожаю. Видите, такая кружевная. В общем, моюсь, чай заваривается. Здесь у меня корица. Купила недавно несколько пакетиков по акции. В спаре была хорошая. Такой синий, знаете, темно-синий пакет. Как марка называется? Не помню. Ну, в общем, рублей 30 был пакетик. И я взяла 2 или 3, пересыпала в баночку. Мне нравится, знаете, я утром варю овсянку просто на водичке. Немного соли, без сахара. А корица как раз придает сладости. Такой аппетитный. Аппетитная она становится более вкусная. Мне нравится. Вьетнамский кофе молотый. Очень хороший. Вкусный. Дочке вот такой шиповник. Какой-то здесь у нас краснодарский. С чабрецом и душицей. И надо, кстати, на видное место поставить. У меня сын любит каркаде. Мне нравится чай принцесса Ява. Обожаю их зеленый чай. С жасмином, с лимоном. С чем еще? С земляникой, клубникой, с малиной бывает. Вот он бюджетный. Но он очень качественный. Состав хороший и вкусный. А сын у меня любит каркаде. Я каркаде спокойно. Но знаете, что хочу попробовать? Я хочу сделать безалкогольный глинтвейн на каркаде. Где-то прочитала, что можно использовать вместо красного вина. Либо, соответственно, для безалкогольного глинтвейна. Либо брать за основу каркаде. Либо брать вишневый сок. Из интересного. У меня много чего от Пальдете. Потому что я люблю. У меня вот такой Гранд Юань Империал. Но это подарок мне дарили. Это такой чай, высший сорт. Цветочный, мягкий, яркий. Называют его мока среди чая или чай хирургов. За его свойство пробуждать энергию без агрессивного воздействия на нервную систему. Запомните, вот такой чай. Именно, да, сорт получается. Китайский чай. Гран Юань Империал. Такая провинция, да, китайская. Юнянь. Из интересного. Там вот стоит, видите, такая синенькая. Это скандинавский он. Сейчас покажу. Самой, знаете, что-то стало интересно порыться. Вообще, я вам другой хотела показать. Ну, посмотрим. Банку открывайся. Значит, вот этот вот детокс тоже от Пальдете. Это у нас природная защита. Здесь и свекла, и березовый лист. Посмотрите, какой он красивый. Покажу вам эту красоту. Березовый лист, какие-то листочки, ягодки. Сейчас точно скажу, какие. Прочитать хочется побыстрее. Так, яблоки, красная свекла, облепиха, бузина, клюква, черника. Вот так вот. Вкусно-вкусно пахнет. Ягодный такой аромат. Вот эта серия, это детокс, японский чай. Посмотрите, какой он красивый. Там и зеленая гречка, и лепестки розы. Здесь сенча, спирулина. Груша, зеленая гречка, лепестки розы. А сам чай, это зеленая сенча. Вот такой вот, очень красивый. Что я говорила в начале этого включения? Что вечером я завариваю чай, да? Давайте заварим чай и утром. Сейчас мне нравится вечерком попить чаек. Вот в этой своей кружке Магисо. Двойное дно. Пока он заваривается, стоит на этом донышке. Заварился, переворачивается, значит все травки оставляю. Ой, бардак было видно. Жизнь беспрекрас мою. Что я посмотрю, да не, вроде не так уж и грязно. Я вспомнила, я вам рассказывала про маршмеллоуки. Я сейчас когда камеру поверну, вам покажу эти маршмеллоуки. Покажу, что тут у меня, какая обстановочка. Пока заварю сейчас себе, принято решение заварить вот такой чай и детокс. Потому что релаксэйшн это то, что мне сейчас нужно. А завтрашнего дня я, девочки, хочу по утрам делать зарядку. У меня настолько, я поняла, вот гиподинамия, когда мало движения, когда ты много сидишь, да. Сидячая работа, она у компьютера. И я поняла, что настолько вся какая-то затекшая. Надо элементарно делать махи руками, приседания. Так что вечером будем релаксэйшн, а утром у нас будет тонизация. Давайте переверну камеру и покажу вам еще что-нибудь. Хочу сделать вот этот импульсивный массажер Дарсенваль. У меня он такой уже старенький. Не знаю, может быть есть сейчас новее модель. Забываю про него, а сейчас прям положила на видное место, чтобы делать процедуры. Это такой, вот эта вот насадка для лица. Такие знаете, как ток, импульсы, импульсы тока. Вот эти можно прыщички прижигать, когда какие-то такие вот воспаления. Это не помпом для тела, а это насадка для волос. Чтобы так вот пробуждать волосяные луковицы для улучшения роста волос, для их состояния. В общем, чаще всего я делаю для волос и для лица. Сегодня вот хочу сделать для лица, а потом сделаю масочку. Я вам хотела показать вот эти вот маршмеллоуки. Смотрите, как красивенько смотрится. Купила вот такую пиалочку, лимончик. И вчера с дочкой зажгли свечу от Best in Body Vox. Налили какао. Какао, знаете, этот золотой ярлык такой, зелененькие коробочки. И сверху насыпали маршмеллоуки. И было очень нам душевненько. Что у меня здесь? Здесь у меня водичка крещенская. Мы с Аленочкой ходили в Новодевичий монастырь. И как раз было крещение. Мы набрали воды. И я ее и пью, и умываюсь. Я верю в силу этой воды. Прошу у нее защиты, добра. И вот настраиваюсь на этот лад. И верю, что все будет хорошо. Что эта водичка, она очень положительно влияет. Так, что еще? Ну, в том числе, что она обладает такими свойствами, можно сказать, магическими, волшебными. Здесь у меня суккулент. Купала в Икее. Хотела на работу отнести. Но все жалко. Дочке тоже он нравится. В общем, мы его тут выращиваем. Это тоже покупала на работу. Этот бамбук. И вазочку брала в Икее. Надо, кстати, по большему. И этот сам бамбук. Но жалко отнести. В общем, живет у меня дома. Здесь вот такие недавно дня купила витаминки антистресс. Здесь еще экстракт пустырника и листья гинго-белоба. В общем, я так понимаю, для красоты и для нервной системы. Вот такая штука у меня стоит тут. Это Натура Сибирика. Какие-то северные жемчужины. Девчата, я не помню состав. Коробочку выкинула. Ну, вот такое средство с пипеточкой. Сначала оно мне не пошло. А сейчас, знаете, как-то вот прям нравится. В общем, пользуюсь, наношу. Такая, знаете, такая сыворотка, не сыворотка прозрачная. Люблю умыться вечером и нанести ее на лицо. Нравится. Ну, а потом еще крем вечерний. Что у нас здесь? Вот хотела разобрать елочку. Не знаю, сейчас посмотрю. 20.10. Может быть, и разберу. А то так может она у меня до следующего года простоять. Снегиль вот этот в Икеи мне очень понравился. Купили. Сама елка икеевская. Олененка мне подружка дарила. Такого вот купили. Не знаю, как он называется. Гномика. Здесь мне еще новогодние подарки. Я, по-моему, вам снимала видео. Показывала. Здесь чай. Такой рождественский красивая, да, коробочка. От Ричард. Он идет как раз вот черный чай. Там апельсин, корица. Вот такие, знаете, вот эти, как они, пряности. Это мне подружечка дарила от Ристон. Здесь наборчик. Разные виды чая. Шесть вкусов. Мелисса микс. Черная смородина. Клубника. Мята. Лимон. Сен-Лонский премиальный. Такая коробочка красивая. Новогодняя. И еще вот такая вот. Бета-Ти елочка. Тоже классненький подарок. Там пакетик черного чая. Тут у меня, девчонки, за шторой. Мои хомячьи запасы. Вот так это все прячется. Здесь пакет подарков. Кое-что подкупала из косметики. Ой, хочу вам снять видео о покупках косметики. Обязательно сниму. Так вот за шторкой даже и не видно. С новогоднего еще в пятерочке на кассе. В общем, мне предложили за 10 рублей елочку. Там, по-моему, на 500 рублей я что-то купила. И мне говорят, возьмете елку за 500. Ой, за 500. За 10. Я думаю... Ну, в общем, взяла. Потом думаю, зачем она мне нужна? Ну, видите, вот посадила ее. Она даже дала побеги. Будем выращивать елку. Потом, дай бог, она себя будет хорошо чувствовать. Вот тогда пересажу ее на даче. А здесь вот моя пеларгония. Герани пеларгония-то одно и то же. Я вот не помню. Показывала вам летом. У меня она на участке росла. Но мы уехали и не пересадила ее. Вернее, не обрезала, не убрала. И когда приехали, были дожди и все затопило. У меня, в общем, было 4 штучки. Выжила 2. Я, соответственно, вот эти вот обрезала на даче. Привезла домой. Пересадила. И вот она у меня радует. Я очень люблю вот этот, когда трешь. Запах листьев герани. Обожаю просто. Единственное, все не доходит. Это мне надо почитать, как вообще правильно. Где ее растить. Как за ней ухаживать. Чтобы, в общем, чтобы она у меня выжила. И все с ней было хорошо. Так что такой у меня подоконник. Елка. Но меня радуют эти побеги. Так здорово. В общем, значит, она себя хорошо чувствует. Для нее я точно прочитала на коробочке, что она любит обильный полив. Я ее поливаю. Ладно, пошла встречать. Пришел муж. Мяу-мяу. Я на работе. И сегодняшнее утро хочу начать вот с этого чая, который мне дарит настроение. Начинает его внешнего вида. Его вкуса. У меня что-то последние дни такой раздра. И, знаете, погода не очень. Как-то что-то устаю. Оттепели. В общем, но я решила с сегодняшнего дня гнать все плохие мысли. Настраиваться только на позитивную волну. Делать зарядку. Не грустить. Быть внимательной к своим родным, близким. И навести порядок в своей голове, в своих мыслях. Потому что как-то мне ушло это ощущение. Ощущение гармонии. Долгое время было. Поэтому я возвращаюсь к гармоничному состоянию. Начну с вот день вот с такого прекрасного черного чая с миндалем, вишней и клюквой. Сейчас вам покажу, как красиво выглядит этот пакетик муслиновый. Так выглядит чайный пакетик муслиновый. Видите, это марлечка. Здесь очень хорошо видно содержимое самого пакетика. Открыла упаковку. Такой потрясающий аромат вишни. Просто класс. В общем, такое. Нужно себя баловать вот такими моментами. И вот этот чай, правда, дарит мне очень хорошее такое расположение духа. Причем пакетика мне хватает на 2-3 раза. Я так к нему достаточно бережно отношусь. Видите, такой полный достаточно пакетик. Много чая. Здесь на самом верлочке написано, какая температура должна быть для заваривания. Так что заварю чайку. И снова в бой. Что-то у нас за окошком. За окошком у нас машины, пробки. Ладно, девчули, буду заканчивать это видео. Вчера что-то так получилось, что много наснимала. А вот обнимаю вас. До новых видео встреч. Пока-пока.